Привет, добро пожаловать на канал Информ ТВ. Картина «Последняя реликвия», снятая в 69-м году на Таллиннской киностудии, подарила нашему герою всенародную любовь и славу. Роль Габриэля стала судьбоносной для Александра Голобородько. Благодаря ей зритель стала воспринимать артиста как благородного героя романтика. Изначально показ фильма планировался только в Эстонии. Но после окончания съемок решили вставить картину во всесоюзный прокат. И не ошиблись, так как картина имела оглушительный успех. За два года показов ее посмотрели около 50 миллионов человек. И никому не известный актер обрел свою популярность. Игра артистов картины вселила уверенность, что между главными героями на самом деле был любовный роман. А, кстати, девушку сыграла латышская актриса Ингрида Андриня. Однако Голобородько сразу после окончания съемок поехал в Крым, где его ждала по-настоящему любимая женщина Светлана. Она на тот момент уже являлась его супругой. В творческой карьере Александр Александрович преуспел. Сразу после института и по 1971 год он играл в драматическом театре города Симферополя. Затем в 1976 служил уже в Киевском. Артист вскоре был замечен Михаилом Царевым, председателем ВТО, в связи с чем был приглашен в Москву в труппу актеров малого театра. На сегодняшний день Голобородько является ведущим артистом театра Моссовета, в котором служит больше 35 лет. Помимо сцены Александр до сих пор снимается в кино. В его репертуаре около 90 фильмов, в том числе сериалов. На сегодняшний день Голобородько уже 82 года. В свободное время он предпочитает уделять любимой супруге Светлане, а также дочери и внучке. Кстати, его дочь Ксения Игнатова тоже стала актрисой. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Удачи!